Погода замечательная. Скажи, пожалуйста, куда мы идем? Я же вечно забываю все эти названия. Шлосс Шарлоттенхоф. Шарлоттенхоф. Шлосс, это я уже запомнила замок. Шарлоттенхоф какой-то. Шарлотта была. Ой, все эти замки всем женщинам, не женщинам. А кушать мы тоже будем сегодня интересно. Кушать тоже будем очень что-то интересное. Так, дворец Шарлоттенбург один из наиболее изысканных примеров архитектуры барокко в Германии. Расположен в одноименном районе Берлина. Дворец был построен по распоряжению супруги Фридриха Первого, королевы Софии Шарлотты. Вот это что такое красивое. Это вон есть? Катя Красный. Главный интервью дворца располагаются апартаменты Фридриха. Особо интересным располагаются палки и венеры. Вот тут только суралена была. Здесь суралена была, да. Саралота. Саралота. Это Фридих. Катухонлатеи, конечно. Мы должны здесь уходить. Уходить. Нет. Выходить на территорию? Да, да. А, да. Вот такой огромный дворец, когда смотришь на него, конечно, не можешь понять вообще, как здесь могли просто жить, зачем так много, да, зачем человеку так много пространства, какая должна быть масштабность этого человека, чтобы жить в таких апартаментах. Непонятная штука, красота растет. Смотрите на этих собачек немецких с косточкой, с хозяйкой идет, гуляет. Кстати, знаете, в Германии вы никогда на улице не увидите ни одной бездомной кошки, ни одного бездомной собаки. Здесь очень трепетно относятся к животным. Есть приюты. И даже если случается так, что кто-то выбрасывает животное, ну такое редко случается, но тем не менее сразу появляется служба специальная, или люди звонят в эту службу, вызывают, и это животное тут же забирают в приют. И сестра мне рассказывала о том, что если семья решила завести себе животное, кошку или собаку, они первым делом идут в приют и берут оттуда самых простых, беспородистых собак, кошек, никто не гонится за дорогими породами, никто не платит огромные деньги, а берут от тех животных, которые находятся. Наверное, зал был бал, танцевали. Наверное. Очень красиво. Спасибо. Боже, какая красота, так вот они зонтик в руку и пошли до вечера, до ужина, после ужина снова пошли. Сейчас они даже не могли снять эту красоту, как я, как ты сейчас, и даже сфотографируйте. В каких домах они жили, так никому не показали. Вот жизнь была. Приглашали в гости кого-то за тысячу километров, они скакали два месяца на лошадях. Ну, к ним. Не то, что я, да, а села на самолёт. А гонцы, которые письма отправляли, отработка. Как? Дети 21 века. Это что, деревянное дерево? Нифига себе. Вот здесь. Это птица. 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 Задлеживая. Это птица. Монетку в 2 евро так, фу, желание замерзнуть. Сейчас подойдем поближе, я уже вижу там множество уток. Вот такие утки, черные такие. Красивые черные утки, да? Мне кажется это дети. Дети это? Алло. Ну мы гуляем. Сейчас вернемся все-таки. Мы сейчас уже подойдем. Ты не заснула? Монетка. 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 Монетку. incubator. Смотрите на это произведение искусства, как она аккуратненько выстрижена, какие у нее формы, она похожа просто на какую-то пирамидку игрушечную, и так все в высоту, настолько все ухожено, настолько все такие внимательные, заботливые. Смотрите на это еще одно маленькое произведение искусства, насколько все аккуратно выточено. На первый взгляд даже кажется, что это просто искусственная елочка. Раньше на веки строили. Коробки, а раньше короли хотели, чтобы у них было самое лучшее, самое красивое. Они же гордились этим. А чем еще? Ни машину, ни иконы. Они бою выиграют и давай себе изграхивать замок. У них почему-то нет лиц. Ты заметила? Да. Что у них нет лиц. Ну, наверное, что-то это значит. У этих есть. Наверное, что-то это значит. У тех есть, да? Да. Может, это как-то с правосудием связано, нет? Надо посмотреть в интернете. Да, у этих прям вот вместо лиц какие-то просто... Ну, у них еще видишь, у каждого разные какие-то детали в руках. Мне кажется, как-то с правосудием связано. А где мы идем? Все. Мы вышли из территории дворца. Очень впечатлились. И теперь направляемся в ресторан. Мы решили остановиться вот в этом немецком ресторанчике. Говорят, здесь очень вкусное национальное вино. Соня, что это у тебя такое интересное? Рисую. Рисуешь? Тебе дали разукрашивать? Класс. Мальчик, не знаю? Да. Афе-заф? Мальчик. Мальчик. Афе-заф? Да. Мальчик. Афе-заф? Мальчик. Мальчик. И на каких-то егенках сосисах. Да. Закажем всяких разных. Что вот это такое? Это... Горчица? Это я... Крорчица, мама. Это горчица. Это... это горчица. Действительно вкусное пиво. На, чё ты не будешь? Я наносил где-то сюда Здесь, которая выходит на сторону дверей, когда он открыл двери Она опустилась, чтобы людям было легче выходить Это штуку можно... Если на инвалидной коляске подъезжает, она уходит Да, да, я поняла Ага, да, он приподнялся Ага, да, он приподнялся Ага, да, 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 да Учима, пахнет Потому что за ней, я вот такие вот получили Ум! 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 Это новенькая! Давайте посмотрим на эти баки. Вот такие баки. Вот, и с пивом. А вот видите, я так понимаю, что уже валится какое-то пиво, потому что тут что-то мулькает. На самом деле, пиво очень вкусное. Итак, немецкая еда, сосиски, скотажей. Презы, да, эти презы? И морковка. Это морковка. А как это шли? А я только не знаю. Это керево. Кнакр это очень вкусно. Да. Капуста. И вот эта капуста какая? Соленая? Соленая, да? Квашеная. 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 Сейчас вот так вот. Квашеная. Квашеная. Как вкусно. Мммм. Как вкусно. Мммм. Как вкусно. Это холодец. И не очень вкусно. Река волосатая. Волосатая? Мне кажется, они едят или едят. Я вообще-то это люблю, но не буду с волосами. Хорошо. короче мы покушали очень хорошо еле дышим все было очень вкусно и очень по-немецки но как-то не хватает десерта наша прогулка продолжается ром